Добрый день, с вами программа Оптимум и я Андрей Маховский. Сегодня поговорим о том, какая революция нужна Беларуси. Почему зарплаты растут, а денег все равно не хватает. Как меняется экономическое поведение беларусов. А во второй части программы с экспертом Бирог Анастасией Лузгиной обсудим, почему у нас в стране растут и зарплаты, и долги. Проводится политика государства, которая направлена на стимулирование экономического роста, в том числе за счет кредитования. А сейчас уже можно подписаться на канал «Беларусы и рынок» и поставить лайки. Понедельник, во время посещения Витебского государственного университета Александр Лукашенко сказал, что стране нужна революция. И не когда-нибудь, а как можно скорее. Наша задача в ускоренном формате провести новую научно-техническую революцию. Вообще-то для научно-технической революции, конечно, уже немного поздновато. Научно-техническая революция была актуальна в прошлом веке. А сейчас на дворе у нас вроде как информационная эпоха. Но суть на самом деле не в этом. Какая бы там революция не стояла на повестке дня, научно-техническая или информационная, один раз мы ее уже провалили. Причем с таким разгромным результатом. Отрасль, которая была драйвером, тащившим в белорусскую экономику светлое информационное будущее, сейчас в пору саму вытаскивать из ямы, куда она упала после 2020 года. Я говорю, конечно, про белорусский IT-сектор. Потому что у самого IT-сектора выбраться из этой ямы получается плохо. Правда говоря, вообще никак не получается. Поэтому больше года назад для белорусского IT власти придумали программу реанимации, которая должна была вывести отрасль из глубокого кризиса. Речь идет о втором дыхании и ранее недоступных горизонтах для парка, да и всей IT-отрасли Беларуси. Надо осваивать новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими. Ну и вообще, если где-то создается достойный продукт, какие бы ни были преграды, заборы и препоны, этот продукт будет востребован. Его купят. Собственно говоря, суть программы заключалась в том, чтобы вернуть IT-сектору льготы, которые у него забрали, и в том, чтобы создать специальную структуру, которая должна была помогать в продвижении белорусских импортозамещающих IT-продуктов на рынке дружественных стран. Ну вот год прошел, даже немножко больше, и можно уже посчитать некоторые результаты. И вот если на эти результаты посмотреть, то понятно, почему белорусские власти не очень хотят их видеть. Иностранные инвестиции в белорусский IT за 6 месяцев, 24-го года, рухнули на треть. В прошлом году они, кстати, тоже падали на 40%, позапрошлом на 30%. По уровню рентабельности сектор потерял почетное третье место тоже в прошлом году, и в первой половине этого года по-прежнему оставался на четвертом. Чистая прибыль IT-компаний сократилась на 6%, а количество убыточных компаний увеличилось в полтора раза. Сумма убытков выросла почти на 80%. Экспорт парка высоких технологий за прошлый год составил 1,8 миллиарда долларов, и это на 900 миллионов меньше, чем в прошлом году. При этом у белорусских IT-компаний, правда, выросла выручка, но, учитывая остальные показатели, это такой себе повод для радости, потому что получается, что продавать белорусский IT стал вроде бы больше, а денег он за это получает меньше. Короче, со спасением IT-сектора как-то не задалось, информационная революция не получилась. Видимо, поэтому власти решили вернуться к истокам и провести хотя бы научно-техническую. А там, сразу после индустриальной, можно и с неолитической революцией попробовать. Куда ты теперь? Назад в будущее? Нет, я там уже был. Ну, где-нибудь же должно получиться, потому что вот с будущим отношения у белорусских властей не складываются. И на самом деле это ни разу не случайность. Передовые технологии, они не работают по принципу алхимика в средневековом замке. Ну вот мир так устроен, что уровень технологий, он соответствует уровню развития общества, потому что современные технологии, они не могут существовать без современной организации экономики. Но у белорусских властей, конечно, другие идеалы. Какое место в этой современной политэкономии занимает марксистско-ленинская? Первое. Ну, первое и главное. Ну вот если экономику организовать по заветам философа из XIX века, то индустриальная революция – это будет все, что ты можешь себе позволить. Правда, марксизм белорусских властей, он такой сильно урезанный и модифицированный под белорусские реалии. Собственно, суть белорусской экономической теории состоит в том, что если влить в экономику много денег, то экономика на эти деньги что-нибудь произведет. А потом то, что она произвела, можно куда-нибудь продать. Но это не точно. Главное – произвести. И вот эти деньги, которые сейчас вливаются в белорусскую экономику ради поддержания высоких темпов роста, они не только создают там какое-то дополнительное давление на валютном и денежном рынке, они еще и меняют экономическое поведение белорусов на таком бытовом уровне. С прошлого года темп роста доходов населения опережает темпы роста экономики. В стране не хватает рабочих рук, в стране не хватает людей, поэтому, чтобы удержать людей, им нужно больше платить. И на самом деле с рабочими руками в лучшую сторону ничего с конца прошлого года не изменилось. Вопреки всем разговорам о том, что поскольку все желающие уже уехали, то дефицит рабочей силы расти больше не будет, он все равно растет. За 7 месяцев в Беларуси стало на 35 тысяч работников меньше. А вместе с ростом дефицита рабочей силы растут зарплаты. Вот если в июне средние зарплаты выросли на 11%, то в июле их рост составил уже 15%. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. То есть зарплаты росли в три раза быстрее, чем росла экономика. При этом же возникает еще разрыв между доходами бюджетников и доходами в реальном секторе экономики. И этот разрыв уже очень приличный. Вот чтобы удержать людей в бюджетной сфере, чтобы у нас не исчезали учителя и врачи, правительству тоже приходится поднимать зарплаты бюджетникам. Сам не хочу, что нет. И рост зарплат, это, конечно, хорошо. Это немножко проблема для бюджета, который не резиновый. Но людям от роста зарплат нет никакого вреда, кроме пользы. А настоящая проблема в том, что вот этих выросших зарплат людям все равно не хватает. Потому что властям нужно подогревать внутренний спрос. Поэтому власти всеми доступными методами стимулируют людей на то, чтобы люди больше тратили. И вот рост зарплат, он сопровождался одновременно ростом долгов по кредитам. За июль эти долги увеличились на 570 миллионов рублей. А еще в июне их рост был 470 миллионов. И главное, что растут ведь не просто кредиты, потому что кредиты кредитом рознь. Есть, скажем, кредиты на недвижимость. И, в принципе, в белорусских условиях это такой способ сбережений, способ инвестиций, заботы о будущем. Потому что, ну, в общем-то, у нас не так много в стране надежных вариантов для сбережений. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. И кредиты на недвижимость, они, в общем-то, в принципе, не так сильно давят на денежный рынок. Но есть же еще потребительские кредиты, когда люди берут деньги и тут же их тратят. С начала этого года Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции на покупку белорусских товаров. Весной перечень расширили, а лимит кредита увеличили с 300 до 500 базовых величин. Власти не говорят о том, сколько кредитов таких всего выдали, но речь идет о сотнях миллионов рублей. И вот в июле статистика зафиксировала такой интересный факт. В июле белорусы взяли потребительских кредитов больше, чем кредитов на недвижимость. Долг по потребительским кредитам вырос на 300 миллионов рублей, а долг по кредитам на недвижимость на 270 миллионов. И вот, ну, мне кажется, что это такой сигнал, что экономическое поведение людей, оно изменилось. То есть понятно, что оно не изменилось так вот резко в июле, оно менялось долго и постепенно. Просто в июле факт этих изменений был зафиксирован статистикой. И вот это изменение заключается в том, что зарабатывая больше, люди начали больше тратить. То есть намного больше тратить. Но они не стали больше сберегать. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. За второй квартал этого года вклады населения в белорусских банках сократились на 170 миллионов рублей. Да, там наши власти рассказывают, как у нас растут вклады в белорусских рублях. И они действительно растут. Только их рост не компенсирует падение валютных вкладов. То есть вот когда люди забирают валютные вклады, закрывают валютные вклады, они не переводят вот все эти деньги в рублевые. Поэтому вот этот рост рублевых депозитов в ущерб валютным, он на самом деле не свидетельствует о росте доверия к белорусскому рублю. Он на самом деле свидетельствует только о том, что хранить деньги в валюте в банках стало невыгодно, а местами даже убыточно. То есть при росте доходов вклады сокращаются. Хотя логично было бы ожидать, что будет наоборот, что будут расти доходы, но будут расти и вклады. Но этого не происходит. Люди даже вот в недвижимость инвестируют не так много. Зарабатывая больше, люди просто больше тратят. И еще берут кредиты, чтобы иметь возможность тратить больше, чем они зарабатывают. То есть население фактически действует в духе, можно сказать, официальной экономической доктрины. «Завтрашнего дня нет! Нет завтрашнего дня!» Ну, возможно, люди просто надеются, что случится очередная инфляция с девальвацией, и вот этот долг, он станет таким необременительным. Потому что, ну, такое же случалось в современной белорусской истории много раз. И у многих белорусов есть положительный опыт, когда взятый кредит превращался в ничто. Но это в любом случае очень много говорит о степени веры людей в устойчивость текущего экономического процветания. По крайней мере, говорит точно больше, чем любые опросы, которые проводит Министерство экономики или Академия наук. И это еще один такой дополнительный фактор давления на финансовый рынок в частности и на экономику вообще. Хотя факторов давления на белорусскую экономику хватает и без изменившегося поведения белорус. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Это и контроль над ценами, который убивает финансы предприятий, и санкции, и неустойчивость белорусского рубля. Но главный вызов сейчас все-таки, наверное, то, что происходит с белорусской внешней торговлей. Вот неделю назад премьер Роман Головченко похвастался успехами белорусских товаров на российском рынке. Но белорусской внешней торговле эти достижения, оказалось, не помогли. Потому что белорусский экспорт, он, конечно, вырос. Но импорт в Беларусь вырос еще больше. В итоге дефицит торговли товарами в июле побил годовой рекорд. За июль белорусский экспорт увеличился на 7,5%. То есть показал почти тот же рост, который правительство планировало себе на год. Но состояние белорусской внешней торговли от этого не улучшилось. Потому что импорт в Беларусь за этот же месяц вырос на 18,5%. Так что итоговый июльский баланс, вопреки всем успехам, оказался не в пользу Беларуси. Причем с большим разрывом. Зря старались. Бриллиантов там нет. Дефицит внешней торговли в июле установил годовой рекорд. Он был в три раза больше, чем в июне. Успехи экспорта на российском рынке, похоже, там действительно немножко спасли положение. Потому что вот белорусский экспорт страны СНГ увеличился на 19%. Правда, импорт при этом вырос на 25. Так что в торговле с Россией при всех достижениях белорусских товаров на российском рынке баланс тоже складывался не в пользу Беларуси. Профицит в торговле на этом направлении сократился до 230 миллионов долларов. Ну и скорее всего причиной вот этого разрыва было подорожание российской нефти, на которую белорусские власти успели уже не один раз пожаловаться. А в торговле со странами, которые не входят в СНГ, все было еще хуже. За месяц белорусский экспорт упал на 16,5%. При этом, что характерно, импорт вырос почти на 11%. Падение белорусского экспорта за пределы СНГ, скорее всего, отражает, во-первых, новые европейские санкции, которые начали действовать как раз с 1 июля. А во-вторых, осложнение в торговле с Китаем. Потому что белорусский экспорт Китая за 7 месяцев упал на 40%. Экспорт колейных удобрений в июле рухнул вообще в 3 раза. Одна из причин этого — это снижение цен на белорусские товары и в первую очередь на колейные удобрения. Но на самом деле цены не падали так сильно. Поэтому, скорее всего, другая причина — сложности в расчетах с китайскими банками. Да? Какая разница? С начала года мы слышим о том, что китайские банки все чаще отказываются обслуживать российские компании, потому что боятся попасть под вторичные санкции. Дошло до того, что банки в Китае перестали принимать платежи, если в платеже указаны русские фамилии. И положения белорусских компаний в лучшую сторону особо не отличаются, потому что фамилии и риски вторичных санкций похожи. Россия сейчас обсуждает с Китаем переход к бартерным сделкам, то есть прямому обмену товаров. Но в случае с Белоруссией это не сработает, потому что для бартера нужен некий такой торговый баланс. А китайский импорт в Беларусь, он намного выше белорусского экспорта в Китай. Так что вот без июльского успеха на российском рынке все было бы гораздо хуже. И проблема в том, что, как я говорил в предыдущей программе, этот успех был такой случайной флуктуацией, которую, скорее всего, не удастся повторить. Потому что в июле в российской экономике случился всплеск. Но с конца месяца российские власти твердо взяли курс на ее охлаждение. И неудивительно, что белорусские власти в последнее время все больше переживают за состояние экономики. Потому что спрос на белорусские товары на российском рынке будет падать, а компенсировать его падение получается негде. И вот единственное, что остается стабильным и неизменным, это спрос на такие, ну, очень специфические товары. Миллиарды российских рублей на наше производство, то есть в нашу экономику, поступают во многом по оборонным заказам. Это и декларируется публично, да и очевидно, что этих заказов больше, чем о них говорится вслух. Все, что касается производства оружия и боеприпасов, это очень выгодно экономически. Но на одних военных заказах экономику не вывезешь. Даже если эти военные заказы будут. А кроме оружия и продуктов, Беларусь может предложить только товары, сделанные по самым передовым советским технологиям. И экономику, построенную на марксистско-ленинских принципах. В революте экспроприарировать экспроприаторов и устанавливать сознательный революционный порядок на местах. А сейчас мы поговорим с экспертом БИРОК Анастасией Лузгиной. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Вот что хотел спросить, пытаясь понять, что происходит на белорусском кредитном рынке. Рынки кредитов населению я имею в виду. Потому что, на мой взгляд, это любопытная ситуация, когда у нас с одной стороны растут доходы, а с другой стороны рекордными темпами растет объем кредитов. Да, на сегодняшний день мы можем констатировать активный рост доходов населения, который действительно сопровождается тоже, можно сказать, активным ростом кредитования. Причем кредитование по всем направлениям. То есть имеются в виду и потребительские кредиты, и кредиты на строительство, реконструкцию жилья. Люди активно кредитуются. Вопрос почему? Да, то есть вроде бы и доходы растут, там зарплаты растут, и в номинальном, и в реальном выражении. Ну и кредитование при этом тоже наращивается. Ну, во-первых, надо понимать, что если есть возможность, почему бы ей не воспользоваться. То есть даже если мы посмотрим, сравним данные 2023 года и 2024 года, то по 2024 году ставки немножко, но снизились. Вот, хотя, то есть, в принципе, они в прошлом году были не сильно высокие, но в 2024 году они еще больше снизились. Кредитование не то, что стало менее выгодным, оно стало еще более выгодным. Ну, при том, что, как я уже сказала, что и уже и так, да, вот этот уровень, он, в принципе, с учетом того, что даже официальная инфляция все равно на уровне 6-7% годовых, то в реальном, то есть переплата по кредиту остается совершенно такой небольшой. Да, не то, что незначительной, но небольшой. Вот. И это вот один из таких важных моментов, почему все-таки люди берут кредит. Особенно это касается, конечно, недвижимости, потому что если мы, например, 2-3, не 2 даже, а 3-4 года назад, действительно у людей возникали трудности, да, с получением кредита, в том числе потому, что и банки меньше предложений давали, то сейчас предложений много, и при этом мы видим ставки по кредитованию выгодные, и население берет. Ну, а что касается потребительского кредитования, то надо понимать, что помимо тех процентов, что я озвучила, никто же не изменял еще и карточки, и рассрочки тех же, да, которым там по, если на несколько месяцев, то там вообще можно без процентов, да, взять что-то взаим. Ну, и еще один такой очень важный момент, который тоже нужно учитывать, то, что с учетом того, что растут доходы населения, то есть зарплата увеличивается, а банки рассчитывают максимальную сумму кредита от зарплаты, да, там проценты от зарплаты. Соответственно, если зарплата увеличивается, то и максимальная сумма, на которую могут прокредитоваться люди, она тоже увеличивается, да, то есть, ну, с учетом роста зарплат, значит, эти возможности возрастают. Ну, и в целом мы видим такая, такая вот состоится, как бы проводится, да, политика государства, которая направлена на стимулирование экономического роста, в том числе за счет кредитования. Поэтому мы видим и предложение, ряд банков, да, предлагают много вариантов по кредитованию, ну, и в том числе вот этот рост доходов, он тоже способствует, да, вот увеличению сумм кредитования. И вот я смотрю, есть интересные дисбалансы с кредитами на недвижимость, когда объем кредитов растет, а строительства жилья при этом нет. Вот что тут происходит? Что касается, да, вот мы, ну, как бы видим по цифрам, что, в принципе, да, кредитование недвижимости идет достаточно активно, да, то есть, ну, растет, разрастает объемы по сравнению даже с прошлым годом. Ну, интересная такая ситуация наблюдается в плане ввода нового жилья. Оно сокращается, то есть, вот темпы, даже не темпы роста, а просто объемы ввода, они замедляются пока что. То есть, причем они замедляются не просто, там, 24-й по отношению к 23-му году. В 23-м году они тоже падали, то есть, на фоне даже низкой базы 23-го года мы наблюдаем то, что в 24-м году тоже происходит сокращение. То есть, если мы, вот, там, посмотрим на сухую статистику, да, то за январь-июль 24-го года было введено в эксплуатацию жилья в размере 98,4% от уровня прошлого года. То есть, снижение составило 1,6%, да. Если же мы посмотрим 23-й год, опять-таки, январь-июль 23-й к январю-июлю 22-го года, то там снижение было еще больше на уровне более 10%. То есть, мы видим, что уже на протяжении нескольких лет вот именно строительство жилья, оно снижается. Но если мы посмотрим, да, и это интересно на фоне того, что все-таки идет оживление, да, в плане кредитования. Но здесь надо понимать, что если мы говорим в целом про рынок недвижимости, то, безусловно, большая часть, там, основная часть – это идет покупка, продажа квартир на том же вторичном рынке, да. Это надо учитывать. При этом, что касается вот введения нового жилья, то там интересная ситуация сложилась, что, в принципе, судя по цифрам, сокращение идет в основном за счет уменьшения строительства жилья для нуждающихся. То есть, по рыночной цене оно продолжает, как бы, ну, строиться там, по крайней мере, в тех же объемах примерно. А вот именно сокращение основное, и которое ведет к общему сокращению, да, это за счет вот льготников. И, кстати, самое интересное тоже, что правительство знает, да, про этот тренд. И, да, и было даже там заявление официальных чиновников, что, официальное заявление, что, да, этот вопрос рассматривается, и, возможно, даже будут пересматривать подходы к подаче, да, вот на строительство льготного жилья, потому что люди просто сейчас этого не делают, либо они не хотят, с одной стороны, некоторые, да, ну, потому что, опять-таки, это дополнительное обязательство у них возникает перед тем же государством. А некоторые не могут. Поэтому есть такой небольшой парадокс в статистике, что, с одной стороны, общий объем кредитования у нас растет, но вот общий объем урода жилья у нас снижается, да. Ну, и здесь вот, опять-таки, скорее всего, вот, снижается, как я уже сказала, за счет льготников, но это же, вот это вот, как бы, вот снижение ввода льготного жилья, она же влияет и на, в принципе, ситуацию в целом на рынке, да, то есть этот спрос просто перераспределяется на, в целом, на оставшуюся часть рынка, да, и вот те, кто, в принципе, покупает новые квартиры, ну, они покупают уже по рыночным ставкам, а все равно, то есть вот этот объем, он не компенсируется, да, вот ввода того, что было, там, грубо говоря, два года назад, и сейчас оно меньше, да, то есть это, конечно, не очень хорошая тенденция, а в этом плане вот мы видим, что, да, строительство в определенной степени стагнирует. А что касается депозитов, у нас идет отток постоянных вкладов в валюте и, наоборот, приток вкладов в рублях. Ну, и причина, как я понимаю, в том, что ставки по валютным депозитам, они уже чуть ли не отрицательны. Да, люди вкладываются в рублевые депозиты, так как валютные депозиты невыгодны. Но здесь, интересно, вот хотела заострить внимание по валютным депозитам, заметила, как бы, новый, не то что тренд, а новое поведение банков. То есть они подняли ставки по срочным депозитам в иностранной валюте. То есть, ну, если, например, на июль прошлого года средняя ставка, да, была по валюте 1,68, 1,68, да, то на сегодняшний день это более 4%. То есть с учетом того, что Национальный банк повысил отчисление в фонд обязательных резервов по валюте, то есть банкам стало как бы еще менее выгодно привлекать, да, вот валютные вклады, они все равно повысили. Это говорит о том, что как бы они, ну, им нужна валюта, да, то есть они, наоборот, начинают привлекать ее. Но пока что по поведению населения мы не можем сказать, что это сработало, потому что срочные валютные вклады не растут. То есть они, наоборот, как я уже сказала, я посмотрела и по июлю месяцу, они все равно снижаются. Но банки, вот я посмотрела июнь, июль месяц, они постепенно повышают вот эти вот ставки по валютным вкладам. Интересное наблюдение, потому что, ну, получается, происходит такой разворот, учитывая, действительно, что еще недавно банки, ну, как-то раньше вообще не демонстрировали заинтересованность в привлечении валютных вкладов. Банки, как бы, ну, то есть это была и есть. Политика национального банка, то, что, ну, проходить, вот это вот, стимулировать процессы дедуализации, в том числе за счет снижения валютных вкладов населения, перевода их, как бы, в рублевые, да, то есть рублевые какие-то активы. Но надо понимать, что помимо, ну, как бы, вот такой политики по увеличению, там, доли, да, рублевой составляющей на счетах, есть еще, как бы, и потребности самих банков, потребности экономики, ну, в иностранной валюте. То есть это может быть связано особенно с тем, что, ну, как чувствует себя внешняя торговля, да, то есть нахватает, не хватает предприятиям валюты. Ну, и вообще вот эта ситуация, когда дешевые кредиты, когда доходы растут, когда количество денег в экономике увеличивается, в чем ее риски? Ну, безусловно, вот то, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси, оно несет с собой явные риски, риски перегрева экономики, то есть если в рыночной экономике-то выливается, имеется в виду, в такой зарегулированный, в активный рост цен, ускорение роста цен, ну, и, соответственно, риски девальвации. С учетом того, что в Беларуси регулируются цены и, скорее всего, и будут регулироваться, по крайней мере, там, до выборов, как минимум, да, и, скорее всего, вот эта вот политика сохранится, такая активная стимулированная, то это вот навес такой инфляционный будет создаваться в какой-то период, в течение какого-то периода времени, который потом может реализоваться в очень такое быстрое изменение, да, ценовое изменение, ну, которое съест в результате вот этот вот перебор в росте заработных плат. Ну, и, соответственно, возможно, там, конечно, и валютные колебания. Другой вопрос, что в любом случае на следующий год по прогнозу рост заложен, но все-таки он заложен уже не такими темпами активными, имеется в виду, рост доходов населения, как в этом году. Но, к сожалению, мы пока, как бы, может, к счастью, да, там, конечно, хорошо, когда зарплата растет, вот, но с точки зрения экономики, экономических законов, вот такой активный рост, который не подкрепляется аналогичным ростом производительности труда, он все-таки ведет к этим дисбалансам, то есть, как я уже сказала, инфляционным этим навесом, ну, и плюс в условиях, когда цены регулируются, ухудшению финансового состояния деятельности компаний. И это мы, кстати, тоже видим уже по статистике, что вот эта вот рентабельность по ряду, да, отраслей, она снижается в этом году по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, да, то есть, вот это вот тоже риск такого ухудшения. И здесь еще надо вспомнить тоже, опять-таки, Россию, да, с которой Беларусь сейчас работает в очень такой тесной связке, что как раз вот там понимают, в России, да, российские экономические власти понимают, что у них тоже там активный рост идет, ВВП более за полугодие 4,6 процента, насколько я помню, плюс, то есть это тоже высокие показатели роста ВВП. И вот там Центральный банк проводит политику по охлаждению экономики, да, то есть он повышает, активно повышает ставки, чтобы замелить вот этот рост кредитований, чего не делают в Беларуси, да, то есть, ну, тут задачи другие, да, в том числе политические уже стоят. Вот, ну, а на самом деле, да, то есть по-хорошему вот в сложившейся ситуации следовало бы затормозить вот этот вот активный экономический рост, который, как я уже сказала, не сопровождается вот этот рост доходов, не сопровождается ростом производительности труда. Спасибо, Анастасия. На этом на сегодня все. С вами была программа Optimum и я, Андрей Маховский. Сейчас все еще можно подписаться на канал Беларусы и рынок и поставить лайки, если вам понравилось. Всего доброго и увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok